Привет, друзья! Сегодня мы поговорим про самый замечательный формат потребления информации. Называется он RSS. Возможно, многие вообще не знают, что это такое, но те, кто знали, уже давно забыли. Я планирую это исправить, так как считаю, что RSS это самый гениальный, удобный и простой способ для получения любой новой информации. Начнем мы, пожалуй, с истории, чтобы лучше понимать, как раньше потреблялся контент и почему RSS в определенный момент перестал быть актуальным. Раньше, когда еще соцсети не были настолько развиты, все потребляли информацию напрямую с сайтов. Это могли быть блоги, новостные ресурсы и всякие разные информационные издания. Так вот, для того, чтобы узнать о выходе свежей новости или публикации, приходилось скрывать каждый сайт по отдельности и проверять, не вышло ли там чего нового. Естественно, если любимые ресурсы исчислялись десятками, то на такие манипуляции уходило немало времени. Ну то есть представьте, что вы ждете, когда любимый блогер опубликует новую очередную статью, и поэтому заходите на его сайт по 10 раз на день, чтобы узнать, не вышла ли она. Понятное дело, это не очень удобно и отнимает уйму времени. Для решения этой проблемы в свое время и был придуман RSS. Если коротко, то это такой специальный формат данных, который создается сайтом, чтобы потом их можно было прочитать в программе для чтения. То есть, когда на сайте выходит очередная новая статья, она в этот же момент генерируется в формате RSS. В конечном счете получается страница с лентой публикации. Называется это RSS-фит или RSS-канал. Для человека эта информация абсолютно нечитаемая, так как все данные в формате RSS создаются специально для будущего их использования в программе для чтения. Вы спросите, а для чего вообще все это нужно? Тут все очень просто. Когда у каждого сайта есть свой RSS-канал, то на него можно подписаться в любом приложении для чтения. Это значит, что таких сайтов можно собрать в одном месте любое количество и читать их в едином интерфейсе. Получается, что можно не посещать каждый сайт по отдельности, а открыть одно приложение и получить в нем сразу все данные. В общем, после изобретения RSS какое-то время все было хорошо. И всем, кому нужно было получать данные в удобном виде, использовали его и горе не знали. Так было ровно до того момента, пока социальные сети не заняли доминирующее положение и не переманили к себе почти всех пользователей интернета. Перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что спонсором этого видео является хостинг-провайдер UAHosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDREANOV30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Поэтому, если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы продолжаем. В итоге в соцсетях появились паблики и сообщества, в которых создавалось такое количество информации, что посещать какие-то сторонние ресурсы уже смысла не было. На пике популярности соцсетей даже те авторы, у которых были свои личные сайты, забросили их и пошли туда, где можно было бы найти новую аудиторию. Когда это случилось, RSS и начал понемногу терять свою актуальность, потому что теперь можно было получать данные не в отдельном приложении, а в ленте соцсети. Конечно, всегда оставались люди, которым было привычнее использовать старый формат, поэтому они подписывались на сообщества в соцсетях через RSS и продолжали получать информацию в одном приложении. Да, вы не поверите, но раньше на всех сайтах был RSS, и даже в соцсетях. Правда, возможность такая оставалась недолго. Сначала в популярных соцсетях просто спрятали кнопку подписки, но со временем и просто выпилили эту возможность. Сделано это, конечно, было не из благих намерений, а для того, чтобы пользователь потреблял информацию напрямую с сайта соцсети и проводил на нем как можно больше времени. По сути, отказ от RSS – это был такой план привлечь к себе новую аудиторию. И это сработало. Люди перестали посещать другие сторонние сайты и полностью ушли в любимые соцсети. В общем, наступили хорошие времена, и все было прекрасно. Правда, длилось это недолго, потому что через какое-то время наступила ровно та же проблема, которая была до изобретения RSS. Соцсетей стало настолько много, что теперь приходится постоянно переключаться между ними, чтобы получить нужную тебе информацию. Теперь есть Twitter, Telegram, каналы, паблики, ВК, Instagram, Facebook и YouTube. И на это все уходит просто какое-то невероятное количество времени. И самое печальное то, что ты даже не можешь зайти и посмотреть интересующий тебя контент в хронологическом порядке. В том же Instagram и Facebook работает умная лента, которая сама решает, что тебе нужно показывать. То есть, например, я могу подписаться на какого-то человека и вместо всех его публикаций увидеть только 5%, потому что так решила умная лента. И больше всего раздражает в этой истории то, что в каждой из соцсетей есть какая-то информация, которую можно получить только там. RSS ведь в соцсетях отсутствует, а это значит, что невозможно собрать все публикации в одном месте. Добро пожаловать в современный интернет, где соцсети позиционируются как место для обмена данными, а на самом деле делают все, чтобы контент из соцсети ни в коем случае не вышел наружу. Если задуматься, то соцсети живут за счет людей, которые производят контент и за счет людей, которые его хотят потреблять. Сами они ничего не производят, но при этом решают, как я могу делиться и распоряжаться своим же контентом. В общем, соцсеть это такой современный интернет-риэлтор, который объединяет авторов и читателей, при этом рубят бабки и еще и указывают, что нужно делать каждой из сторон. К чему я это все? Сейчас заново идет рассвет персональных сайтов, потому что люди осознали все недостатки соцсетей и не хотят быть информационными рабами, производя контент для кого-то. Поэтому куда логичнее публиковать все у себя на личном сайте или в блоге, а уже информацией об этом делиться в соцсети для привлечения новой аудитории. Грубо говоря, сейчас идет понемногу обратный процесс, и уже очень скоро будет так, что самую интересную и полезную информацию можно будет найти только на авторских уютных сайтах. А в соцсетях останется один шлаг и кликбейтный контент. Уже сейчас есть много блогов и авторских рассылок, которые можно почитать, только посетив личный сайт. В связи с этим RSS становится как никогда актуальным, потому что у адекватного человека нет такого количества времени, чтобы посещать каждый сайт по отдельности, куда логичнее все собрать в одном месте. А теперь мы подробнее поговорим про использование RSS-читалок. Я хочу рассказать, в чем их огромное преимущество. Итак, для того, чтобы подписаться на RSS-канал любого сайта, нам понадобится ссылка на него и сервис, который будет проверять обновления и отдавать информацию в удобном виде. Существует их огромное количество, но мы возьмем самый популярный – это Fidly. Пользоваться им можно абсолютно бесплатно, и это главное. Итак, после создания аккаунта появится возможность подписаться на любые RSS-каналы и читать статьи с сайтов прямо тут. Делается это очень просто. Нужно всего лишь скопировать ссылку с нужного вам сайта и добавить ее в Fidly. Он сам проанализирует сайт и найдет, по какому адресу находится RSS-канал. Но я рекомендую пользоваться способом немного хитрее и использовать Fidly только как ресурс для получения обновлений, а информацию уже читать в каком-то стороннем приложении. Абсолютно на любой платформе можно найти RSS-читалку, в которую можно добавлять разные аккаунты, в том числе и Fidly, и оттуда уже получать данные. Я, например, на Mac и iPhone пользуюсь приложением Reader, куда добавил свой Fidly-аккаунт. Теперь прямо отсюда можно подписываться на каналы, организовать все в папке и так далее. У вас, наверное, может сейчас возникнуть вопрос, а для чего вообще все это нужно и почему не остановиться на Fidly и не читать все статьи там? Понимаете, тут есть одна проблема. Есть некоторые сайты, которые в RSS-Fid отправляют не всю статью полностью, а только какую-то ее часть, например, первый абзац. Поэтому, чтобы дочитать ее полностью, приходится переходить на этот сайт и читать ее там. А мне делать этого совсем не хочется. Для этого я и пользуюсь RSS-читалкой, которая позволяет мне загрузить весь текст полностью, даже если изначально он попал в RSS в сокращенном виде. Такой подход позволяет читать статьи с любых сайтов, не покидая приложения. И это очень важно, так как все материалы выглядят всегда в едином стиле, когда на сайтах, например, у каждого свой дизайн, свой шрифт и еще куча рекламы. Вот, кстати, еще одно преимущество RSS. Тут нет никакой рекламы. Не то, чтобы я против рекламы, но вы просто посмотрите на этот сайт. Как вообще можно его посетить и не сойти с ума? Это же какое-то дно. Поэтому выход простой. Добавляешь его в RSS-читалку и читаешь любимые материалы, не отвлекаясь ни на что. Я, например, когда читаю новости технологии, пользуюсь только RSS. Потому что у меня такое количество источников, что за день может появиться более 2000 новых статей. И было бы очень напряжно лазить по каждому сайту в поиске какой-то информации. Также в Reader я могу воспользоваться поиском и найти все статьи на нужную мне тему. Это очень удобно. Вообще, про само приложение я, наверное, сделаю отдельный обзор, так как полезных функций в нем, ну, очень много. К примеру, сюда можно добавить аккаунт Instapaper или Pocket. И после этого все сохраненные статьи из интернета тоже можно будет читать в Reader. Ну, а теперь для тех, кто досмотрел видео до этого момента, я расскажу мега полезную информацию. Если вы хотите в своей RSS-ленте собрать абсолютно все и даже соцсети, то это можно сделать с помощью полезного сервиса RSS Bridge. Он позволяет преобразовать любой паблик в соцсети или канал в YouTube в RSS-ленту. Для этого нужно просто найти нужный сайт и указать название аккаунта. После этого сервис сделает для него RSS-ленту, на которую вы сможете подписаться в читалки. Таким образом, в одном месте можно собрать телеграм-каналы, YouTube, подписки, Facebook, аккаунты и так далее. При желании все это еще можно отсортировать по папкам и тогда вообще будет красота. В итоге мы имеем всю необходимую информацию в одном месте, к тому же еще и без рекламы. Согласитесь, так куда удобнее потреблять контент, чем постоянно переключаться между разными приложениями или сайтами. Короче, я не знаю, сколько еще будет поддерживаться технология RSS, но надеюсь, что как можно дольше. Для меня это просто незаменимый формат получения данных. Я просто не представляю, как по-другому можно удобно собрать все в одном месте. Пишите в комментариях, что вы думаете насчет RSS и пользуетесь ли им сейчас. С вами был Константин Андрианов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok